Покажите сейчас мне все свои руки. Зачем это еще? Ты что собралась делать? Опять, наверное, какой-то тест придумала. А вот и нет. 15 октября был Всемирный день мытья рук. И я хочу убедиться, что вы хорошо моете свои ручки. Нам же не по 6 лет. Мы и так знаем, когда и как, и сколько раз в день нужно мыть наши руки. А я задумалась. И мне потребуется время, чтобы вспомнить, сколько раз. Количество – не главное. Важно соблюдать общепринятые правила. Мыть руки после улицы и перед едой. И после общения с животными. А теперь предлагаю вашему вниманию рубрику про фильм о собаках. Всем приветики! С вами Максим. И поговорим о последнем просмотре на мною фильме. Называется он «Собачьи жизни». Говорящее название в кинокартине главный герой – это пес. А вот, кстати, и я. Позже я побывал овчаркой, а потом вернулся совсем крохой. Столько жизней, а всего одна собачья душа. Но я забегаю вперед. В начале фильма главный хвостатый герой – золотистый щенок Ритвилера. По кличке Бейли. Его лучший друг – мальчик Итан. Она, ковек собаки, намного короче, чем у человека. И вскоре Бейли обнаруживает, что переродился в немецкую полицейскую овчарку, ставшую спутником офицера. Потом в кратконогово корге. Затем пес находит своего самого первого хозяина. Это самый трогательный момент фильма. Где ты его нашел? Хорошо. Готов? А вот! Когда собака умирает, ее душа перерождается в новом теле. При этом помнит все, что происходило с ней в прошлой жизни. Верить или не верить в эту теорию – дело ваше. Но в этом фильме на ней все как раз и базируется. История о странствиях собачьей души в поисках цели жизни заинтересует любителей кино о животных. Кинолентой является экранизацией одноименного произведения американского писателя Брюса Кэмерона. В его книге, как нетрудно догадаться, речь тоже идет о собаке, которая каждый раз, перерождаясь, обретает счастье в служении человеку. Почти полгода этот роман занимал первые строчки среди бестселлеров. Книгу я не читал, но фильм меня порадовал. Интересный, с фантастическим сюжетом. Но еще один плюс – можно посмотреть всей семьей, местами посмеяться и поплакать. Это была моя кинорецензия. Смотрите хорошее кино, и мы обязательно с вами еще встретимся. Пока-пока! А просмотр фильмов можно назвать хобби? Ну, если ты смотришь их днями напролет, то, наверное, можно. Но лучше все-таки найти себе более полезное занятие. Например, у нас в городе работает много спортивных секций и целых две школы искусств. Да, и в каждом учебном заведении есть своя внеклассная деятельность – работает много кружков. Главное – записывайся и не ленись. Главное – время правильно распределить, чтобы успевать уроки делать. Сегодня с вами поговорим о хобби. Меня интересует вопрос, какие сейчас любимые увлечения у школьников. Мне, например, нравится танцевать, рисовать и, конечно, работать на телевидении. Кто знает, может, в будущем и с просто хобби это перерастет в мою профессию. И останусь, например, ведущей новостей. Только недавно я вела детскую программу «Мир глазами детей». А вот уже пишу стендапы и беру интервью. Честно признаться, у меня мало свободного времени, но я нашла выход. Веду тетрадь, куда записываю свое ежедневное расписание, чтобы ничего случайно не забыть. Я просто уверена, что хобби должно быть в жизни любого школьника. Практически 80% обучающихся посещают кружки в нашей школе. И самыми востребованными являются это кружки по лего-конструированию, робототехнике, это театральная студия, чудесная мастерская, умелые руки и спортивные секции. А где еще 20%? По-моему, я догадалась. Сейчас самое популярное увлечение подростков это компьютерные игры и общение через интернет. Наверное, в виртуальной реальности школьники и пропадают. Многие родители со мной согласятся. От такого хобби никакого развития. Срочно отправляюсь на опрос и узнаю, чем же увлечены губкинские школьники. Люблю снимать видео, фотографировать, очень люблю. Был волонтером и ходили в библиотеку на кружки. Какие-то внеклассные кружки посещаешь? Нет. Почему? Мне не интересно. Я занималась танцами, мне не понравилось. Я хожу в Зазеркалье, в Ансамбль, в Нефтяник хожу на танцы. Я занимаюсь танцами и плаванием. Танцы можно для здоровья полезны и плавание тоже. У меня есть хобби, я занимаюсь в музыкальной школе и хожу на вокал в Нефтяник. Хобби приносит в жизнь новые краски, способствует саморазвитию и формированию индивидуальных взглядов. И может даже в будущем поможет выбрать вам профессию. В музыкальной школе я получу диплом и могу, если даже не попаду со школы, то я могу с диплома с музыкальной школы пойти в училище и заниматься там, быть учителем. Говорят, когда хобби становится работой, жизнь удалась. Окружающий мир предлагает множество вариантов для хобби. Нужно только присмотреться. Даже если вы не сразу отыщите увлечения для себя, то, по крайней мере, расширите свой кругозор. Я желаю вам удачного поиска и самореализации. А я вот хотела бы записаться на какие-нибудь кулинарные курсы. Тебе что, школьных уроков по технологии недостаточно? Можно еще заняться самообразованием, брать рецепты из интернета и пробовать их приготовить на своей кухне. Девочки, учитесь. А как научитесь, попрошу испечь мне хлеб. Ты прям в точку. 16 октября отмечался Международный день хлеба. Так давайте больше узнаем об этом вкусном и ароматном хлебушке. Всем приветики, с вами Ульяна. И сегодня у меня очень вкусная рубрика про хлеб. Кто-то может со мной поспорить и сказать, хлеб невкусный. Без него можно и обойтись, а еще от него лишние килограммы появляются. Но, во-первых, если есть хлеб в умеренных количествах, а не хлебобулочные изделия, булочки, пирожки, сладкие батоны, то вы никаких лишних сантиметров у себя на талии не обнаружите. Хлеб – всему голова, гласит старая народная пословица. Она проверена временем. Действительно, без хлеба невозможно насытиться даже самым питательным, богатым обедом с обилием различных блюд. И наоборот, если на столе хлеб, считай, голодным не останешься. В настоящее время существует много сортов хлеба, но основных видов примерно 20. Белый, черный, кукурузный, тортилья, пита и так далее. Исследователи подсчитали, все человечество на Земле каждый день поедает не менее 9 миллионов буханок хлеба. И 50% этого хлеба идет на изготовление бутербродов. Сложно представить продукт, который бы пользовался у человечества таким же уважением, как хлеб. Может быть, поэтому хлебу посвящено так много легенд, произведений искусства, народных пословиц и поверьей. К примеру, в Индии не есть хлеб считалось большим несчастьем. Именно поэтому запрет на употребление хлеба выносили преступникам. У скандинавов считается, что если парень и девушка случайно отпустили кусочки от одной булки, они обязательно влюбятся в друг друга и поженятся. Хлеб, перевернутый коркой вниз, у многих народов считается символом неудачи. Бывали годы, хлеб служил заменой денег. А во времена Второй мировой войны блокадный хлеб имел в составе 15% бумаги, около 9% жмыха, 3% того, что оставалось в мешках. Полтора процента хвои. Наши прадедушки и прабабушки, пережившие голодное военное время, знают настоящую цену хлеба. А вот есть такие дети, которые совершают необдуманные поступки, не задумываются о ценности и важности хлеба, о необходимости беречь и ценить его. Например, могут не дарить кусочек хлеба и выкинуть. А еще хуже, когда хлебобулочные изделия у некоторых ребят становятся объектом игр и веселья. Надеюсь, вы не из их числа. И знайте цену хлеба и всегда с аппетитом едите его. Кстати, пора и мне подкрепиться, а то еще много дел переделать нужно. Так что на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока. А теперь немного о профессиях. Вы уже определились, с кем хотите стать? Мне еще рано об этом думать. А вот и нет. Об этом никогда не рано думать. Очень много людей, которые еще в раннем детстве выбрали себе профессию и потом исполнили свою мечту. Согласен. Чем раньше ты определишься, тем будет проще. Например, сможешь познакомиться с человеком той или иной профессии и задать ему вопросы. Где познакомиться? На улице, что ли? Насмешил. Конечно же нет. Лучше на рабочем месте. Соберитесь с классом и сходите на экскурсию. Это ученики четвертой школы. И они не случайно сегодня находятся возле здания суда. Ребята пришли на профориентационную экскурсию. Поэтому их пустили в здание безо всяких пропусков и документов. Школьники поднялись по лестнице и оказались в зале судебного заседания по гражданским делам. В первую очередь старшек классиков познакомились с профессиями. Судей я узнала очень много нового. Я узнала о следственной деятельности, о судебной деятельности, как работает судья, прокурор. Также я узнала, чем занимается секретарь судебный, какие функции он выполняет. Полезно и в то же время интересно, потому что для меня это важно, так как я хочу связать свою будущую профессию именно с этим направлением. Основное идет как юриспруденция, но задумываясь о судебной и прокурорской деятельности. Ангелина ученица 11 класса, и она почти определилась о своей будущей профессии. Чтобы был чемпионат специфику работы, она во время экскурсии задавала много вопросов. Больше всего, естественно, меня интересовало целевое направление. Естественно, я получила удовлетворяющий ответ, и это очень хорошо. Ну и еще я спрашивала некоторые личные вопросы, вроде чем занимается прокурор. Даже спросила про форму прокурора, мне было это очень интересно. В будущем я хочу стать либо следователем, либо прокурором. И то, что я сходила на эту экскурсию, мне помогло понять, моя ли это профессия или нет, какие сложности возникают с этой профессией. И я осознала, что профессия тяжелая, но она очень интересная и увлекательная. Но я считал, что в суде все по-другому, то есть как-то все скучно, медленно, а тут происходило все быстро, и ты не понимал, что происходит. И у многих ребят был шок. Но, во-первых, шумом по своей природе ученикам нельзя было издавать ни звука, и в зале заседаний была абсолютная тишина. Да и на экскурсию смогли попасть не все желающие. Опоздавшим был сделан выговор, и вынесем приговор покинуть помещение суда. А те, кто остались, смогли даже бывать на настоящем судебном заседании. Но нашей съемочной группе, увы, пришлось удалиться. Фигуранты дела были против съемок, но мы все-таки узнали подробности. Дело у одной женщины, которая забыла банковскую карту в банкомате, и другая женщина решила воспользоваться ею. И тратила деньги до тысячи рублей, и дело решили закрыть, потому что возместили компенсацию. Денис Амбеев хочет стать адвокатом, и он с интересом наблюдал и за процессом, и за работой сотрудников Дворца правосудия. Ученики 4-й школы ежегодно посещают суд. Здесь для ребят устраивают обзорную экскурсию по зданию. Можно побывать в следственном отделе, в прокуратуре, в службе судебных приставов-исполнителей. Старшеклассникам показывают рабочие кабинеты и кратко рассказывают о деятельности каждого специалиста. А теперь я предлагаю тему для беседы. Музыка. Я очень люблю слушать музыку, причем совсем разную. Я даже знаю таких людей, которые уроки делают и музыку в наушниках слушают. Я бы так тоже смогла, только, наверное, ошибок много наделала. Это смотря на какой громкости и какую музыку слушать. Если тяжелый рок, то помарок точно не избежать. Ты так высказался, как будто эксперт. А то. Я и музыка, вещи неразделимые. Интересно, много таких, как я. Моя любимая группа Баста, потому что у них классные песни. Слушай, а какие песни знаешь наизусть? Выпускной, Папа Ватсап. Как сказать, и хип-хоп, и рэп. Ну, такие энергичные. Инди, поп, люблю очень. Любимая группа – 21 Pilots, Coldplay. Любимая группа у меня – это Пицца. Я люблю слушать мои любимые песни, их не это оружие. Я вообще люблю любую музыку, даже английские песни слушаю. Групп по любимой нету. Музыка я слушаю, но слушаю, что нравится, прям любимой такой нет. Мне нравится джаз, позитивный. У меня есть любимые композиторы как в классике, так и есть любимые исполнители в поп-музыке. Например, в классике я очень люблю Бетховена. Мне нравится Паганини, хотя он скрипач, но мне очень нравится его музыка. А в поп-музыке я больше склоняюсь к року, такому более старому, что ли, который слушали те, кто сейчас, ну, за 30 кому. Это, то есть, Плин, Би-2. Я слушаю группу Турбина Туриста, потому что у них новое звучание, и они постоянно креативно подходят к своим песням. ДИДИДИДИ ДОДО ДИДИДИДО Here we go.